Глубоко уважаемые председатели, глубоко уважаемые коллеги, мне хотелось бы заострить ваше внимание на несколько, на мой взгляд, незаслуженно забытых опций лечения больных, как послеоперационная, то есть адъювантная лучевая терапия у больных невелкоклеточным раком лёгкого. В настоящее время тактика лечения при наличии метастаза в региональных лимфатических узлах складывается из следующих вариантов. При наличии метастаза в первом региональном барьере, то есть эногин, адъювантная полихимиотерапия, при наличии метастазов в средостенных лимфатических узлах, верифицированных до операции, на адъювантная полихимиотерапия или химио-лучевое лечение. Однако, если посмотреть на исследования, проведённые по неадъювантной химио-лучевой терапии, они показывают существенные вариации в частоте послеоперационных осложнений от невысокого частоты до крайне высокого, а также в целом демонстрируют высокую частоту ответа как первичной опухоли, так и рестадирование по средостенным лимфатическим узлам. Однако, если посмотреть на отдалённый результат, то, к сожалению, общая так и безрецидивная выживаемость существенно отличаются от группы больных, которым проводилась в чистом варианте неадъювантная химиотерапия. В нашей стране, в силу сложившихся ряд обстоятельств, которые приведены здесь на слайде, неадъювантные варианты лечения не получили широкого развития до по сегодняшнего времени. Это связано с рядом причиной традиционной сильной хирургической школы, высокой частоты выявлений местно распространённого рака лёгкого, больших долей расширенных комбинированных операций в структуре хирургической помощи и также невозможность адекватного стандирования по индексу N, то есть отсутствие возможностей малоинвазивного стандирования эндобронхиальной или через пищеводной биопсии лимфатических условий или медицинскопии в большинстве лечебных учреждений нашей страны. Если обратиться к рекомендациям эссиенту, на сегодняшнее время показания к послеоперационной лучевой терапии у больных немелкоклеточным раком лёгкого сводятся к следующему. Она абсолютно показана при нерадикально выполненной операции R1, R2. В том случае, если проведена уже неадъювантная химиотерапия, а при плановом морфологическом исследовании сохраняются признаки живой опухоли в лимфатических узлах, то есть нет полного ответа. И если индукционная химиотерапия не проводилась, то при N2+, рекомендует химиотерапию с последующей лучевой терапией. В клинических рекомендациях Ассоциации онкологов России одевантной лучевой терапии в рекомендациях вообще нет. Имеющейся в литературе несколько крупных мета-анализов, которые посвящены эффективности послеоперационной лучевой терапии, они очень противоречивы. Вот представленный здесь мета-анализ демонстрирует даже значительное ухудшение результатов, отдалённых результатов у больных, которым была проведена одевантная лучевая терапия по сравнению с группой больных, у которых было чисто хирургическое лечение. Другой мета-анализ как раз демонстрирует, наоборот, улучшение преимущества одевантной лучевой терапии по сравнению с группой больных, которые её не получали. То есть, когда мы проведем только хирургическое лечение. В нашем институте одна из последних работ китайских коллег, которая продемонстрировала существенное улучшение показателей общей выживаемости, так и безрецидивной выживаемости, так и локального контроля в группе больных, особенно после пневмоноктомии, которым проводилась послеоперационная лучевая терапия, по сравнению с группой больных, перенесших пневмоноктомию, которым по каким-то либо причинам эта операция не была проведена. Это не рандомизированные исследования, но, тем не менее, за короткий период времени, перспективные, набранные в одной клинике. В институте Герцена был накоплен значительный опыт послеоперационной лучевой терапии и проанализирована диссерционная работа нашего сотрудника, кстати, Ивановича Колбанова, где было показано, что в целом лучевая терапия имеет свое место в комбинированном лечении больных немелкоклеточным раком легкого и особенно у больных при наличии метастаза средостенных лимфатических узлов. Было также показано несомненное преимущество послеоперационной лучевой терапии при нерадикально выполненной операции. В этом случае отдаленные результаты были существенно выше, чем в группе больных, которым лучевая терапия, но в силу развившихся, видимо, осложнений после данного типа операции не было проведено. Результаты комбинированного лечения больных, здесь более 600 больных, они были стратифицированы в зависимости от индекса Т, а также наличие метастаза в первом или втором регионарном барьере, то есть бронхопульмональных и средостенных лимфатических узлах, показало неблагоприятный прогноз в целом при наличии метастаза в средостенных лимфатических узлах. Однако наиболее неблагоприятным вариантом в плане отдаленных результатов был объем операции в виде белобоктомии, как это ни странно, и также поражение нескольких зон лимфатических узлов. Отдельно был проведен анализ результатов радикального комбинированного лечения больных с поражением первого регионарного барьера, их более было 300, где было показано, что при N1 величина первичной опухоли не оказывала существенного влияния на выживаемость, как здесь показано, кривых, только за исключением группы больных с Т4, где показатель отдаленных результатов был существенно ниже и статистически отличался от групп больных с меньшей распространенностью по индексу Т. Худшие показатели выживаемости наблюдались при крупноклеточном варианте, и что подвижно данным многофакторного анализа. Несколько иные результаты были получены при анализе результатов комбинированного лечения с послеоперационной лучевой терапией при наличии метастазов в средостенных лимфатических узлах. Было продемонстрировано, что показатели выживаемости с поражением только одной группы лимфатических узлов существенно превосходили таковые результаты в группе больных, в которых имелось поражение нескольких групп лимфатических узлов, и тем более, когда имелось мультизональное поражение практически всех зон лимфатических узлов. При этом гистологическая форма опухоли существенно не оказывала статистически значимого влияния на отдаленные результаты, и также неблагоприятным фактором прогноза явился объем операции в виде билобэктомии. При анализе отдаленных результатов комбинированного в лечении больных было показано, что наиболее часто причиной прогрессирования были отдаленные метастазы, примерно у 30% больных, внутригрудной рецидив примерно у 18% больных, и сочетание внутригрудного рецидива вместе с отдаленными метастазами. Таким образом, в настоящее время после операционной лучевой терапии можно констатировать, что она, по крайней мере, не ухудшает результаты хирургического лечения больных 3-й А стадии заболевания, особенно при наличии метастазов в средостенных лимфатических узлах. И на наш взгляд, целесообразность лучевой терапии будет переоценена, особенно при поражении одной зоны лимфатических узлов средостения. Связано это с тем, что послеоперационная лучевая терапия при поражении средостенных лимфатических узлов, особенно у больных, перенесших пневмоноктомию, зачастую является единственным вариантом противоопухолевого лечения. Поскольку лекарственная терапия в виде адъювантного лечения у этой группы больных, она зачастую, ну, подавляющего большинства, ее невозможно провести в силу общего плохого функционального состояния больного. Подавляющая большинство больных сходит с адъювантного лечения, лекарственного лечения, уже после первого-второго курса химиотерапии. То есть им не удается подавляющему большинству именно после пневмоноктомии завершить запланированный вариант лечения. И существующие в настоящее время проводятся два рандомизированных исследования, это европейское и в Китае, их по адъювантной лучевой терапии, и которые, по мнению большинства авторов, позволят ответить на вопросы об эффективности послеоперационной лучевой терапии у больных с поражением средостенных лимфатических узлов в немелкоклеточном варианте рака легкого. Результаты этих исследований ожидаются с 2021 года. Из заключения мне хотелось бы сказать, что, наверное, в ближайшее время показания к послеоперационной лучевой терапии, они активно обсуждаются, и не исключено, что они будут пересмотрены после получения данных этих рандомизированных исследований. Благодарю вас за внимание. Спасибо за то, что вы уложились в регламент и продемонстрировали нам интересную презентацию. Олег Валентинович, скажите, пожалуйста, вот ваши ощущения, все-таки, когда это олигометастатические, да, и мультимодальное поражение средостенных лимфоузлов, все-таки лучевая терапия, на ваш взгляд, на ваши ощущения, все-таки, когда она больше показана. Просто нет ли, так скажем, не кроется ли в одиночном поражении уже хороший прогноз, а мы будем это приписывать за счет лучевой терапии? Нет, несомненно, в этом логика есть, но именно при поражении одной зоны средостения локальные методы воздействия, они наиболее эффективны, ну, это, так скажем, более логично, потому что, когда имеется поражение нескольких зон средостений, тем более выход за пределы капсулы узлов, это фактически уже предвестник ближайшей генерализации опухолевого процесса. И просто лучевой терапии просто может быть недостаточно? Да, видимо, да, видимо, да. Но тогда мы не нашли места. В одном случае, как сказал Евгений Владимирович, будет хороший прогноз, и не нужна лучевая терапия, а в другом случае мультинодальное поражение и без лекарственного лечения, без системного взаимовоздействия невозможно достичь. Нет, как раз место лучевой терапии в этом и есть, что при поражении одной зоны средостений именно дополнительный локальный метод воздействия обеспечивает более лучший контроль локальный, потому что... Вот только вот на эту, на эту, в этой группе больных. Нет, мы же не можем удалить именно этой группы больных, и плюс группы больных после пневмоноктомии, у которых переносимость лекарственной терапии в одевантном режиме, а поскольку у нас в Российской Федерации в ближайшее время не предвидится массивный переход на неодевантную и химиотерапию, и химио-лучевую лечение. А почему это кто так заключил? Ну, потому что по большинстве регионов Российской Федерации неодевантное лечение проводится в очень малом проценте случаев. Да, но мы же говорим о перспективе, мы же показываем свой опыт и намечаем перспективу, куда надо развиваться, в каком направлении. Но просто равно больше существует группа больных, которым по каким-то причинам неодевантное лечение не проведено. Субтитры создавал DimaTorzok